Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Начинается наша очередная мини-лекция целого цикла, в котором мы разбираем разные неочевидные, спорные, проблематичные, провокационные места Ветхого Завета. И вот сегодня тема нашего разговора будет звучать следующим образом. А правда ли, что учение о том, что Бог – это наш Отец, это есть новозаветное, а не ветхозаветное учение? Потому что такая мысль повторяется часто в разного рода христианской апологетике, в разных речах, проповедях, и часто высказывается мысль о том, что в отличие от Ветхого Завета новозаветное учение является более просвещенным, более совершенным. И именно здесь, в этом новозаветном учении о Боге, раскрывается истина о том, что Бог – это Отец. А в Ветхом Завете, наоборот, звучит другая мысль, учение о Боге, о том, что Он – судья, законодатель, карающий субъект, военный вождь, ну и так далее. Такое более суровое, более такое жесткое учение ветхозаветное о Боге. И вот сегодня попытаемся разобраться на примере разных стихов и других данных, которые мы находим в Ветхом Завете, справедливо ли это утверждение. Это раз. И второе, если да, справедливо, то в какой степени? Да, совершенно справедливо, частично справедливо, отчасти справедливо, ну и так далее. Итак, начинаем с самого начала, с слова самого Отец. Это слово еврейское «ава». И это слово является довольно, не то, что довольно, это очень частотное слово на страницах Ветхого Завета. Встречается слово «ава» более чем 1200 раз во всех ветхозаветных текстах, что, конечно же, не вызывает особого удивления, не шокирует нас, потому что мы знаем, что мир Ветхого Завета, мир глубоко патриархальный, в котором идея отцовства, власть отца, идея того, что отец рождает сына, который сын тоже делается отцом и тоже рождает сына. И вот эта вот цепочка взаимосвязи, родовой связи, кровной связи отцов друг с другом и является очень важным свойством, выдающимся свойством всей ветхозаветной идеологии, мировоззрения, ну и так далее. Ну вот, хорошо, отцов много в Ветхом Завете, да, и власть отца велика, и вера отцов, там именно это учение хорошо и вполне представлено, и то, что нужно вернуться к вере отцов, не забывать эту веру отцов, и то, что задача отца научить сына богобоясненности, полной праведной истинной вере в Бога, это все есть, мы это хорошо знаем. Ну вот, к Богу ли применяется, прилагается ли это название, именование, считали ли люди Ветхого Завета Бога Израилева, Богом Отцом, своим Отцом, либо, возможно, как кому-то покажется, это было учение довольно такое неподобающе мягкое, такое домашнее для сурового Ветхого Завета. Ну, начнем вроде бы издалека наше рассуждение, но на самом деле не совсем издалека. Итак, есть такое понятие, есть такая наука, точнее, ономастика. Это наука, которая исследует имена, как люди разных времен, разных народов именуют своих детей, какие наборы имен существуют в том или ином регионе того или иного исторического отрезка. Так вот, данные аномастики показывают то, что понятие отец, ав, очень часто входило в имена ветхозаветных людей, евреев ветхозаветных. Вот для примера я выписал самые такие, может быть, известные. И в этих именах есть корень, обозначающий отец, обозначающий отцовство. Итак, вот эти самые имена. Авенир, или по-еврейски Абнер, отец света. Авиасав, можно перевести, мой отец есть собиратель, собирающий. Авидан, мой отец судья. Авессалом, или по-еврейски Авшалом, отец мира. Абия, это, между прочим, современное еврейское имя Ави, но это имя Абия женское, потому что Абия это было имя, которое носила мать из Икии. Бог есть отец. Элиав, брат Давида, бог мой отец. Вот, Элиав, бог мой отец. И это имя Элиав показывает нам то, какой же отец во всех этих вариантах, Абнер, Авиасав, Авидам, Авшалом, Ави, имеется в виду. Ну, конечно же, не отец земной, и даже не какой-то прародитель, не дед, может быть назван отцом мира, отцом судьей, собирателем, отцом света. Конечно же, отец, бог, бог понимаемый как отец, являлся тем смыслом, который содержится в этих именах. Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что в народных кругах, в народном благочестии очень хорошо понимали люди древнего Израиля о том, что, конечно же, бог наш отец. А кто еще бог, кроме как отец наш, и прародитель, и создатель, и патрон, и защитник, и законодатель, и тот, у кого есть к нам личное сердечное чувство. Ну, нам, конечно же, хочется чего-то большего. Как насчет текстов? Да какие тексты Ветхого Завета? Они выражают подробно, пространно эту идею. Идею того, что бог – это отец. Но тут возникает некоторое у нас такое недоумение от того, что текстов этих действительно не очень-то много. Они есть. Мы, самое главное, сейчас тексты пройдем, о них поговорим. Но, в принципе, признаем то, что бог – законодатель, бог, дающий закон, бог, дающий Тору – это гораздо более знакомый или представленный в Ветхом Завете образ бога. Вот посвящены целые книги, целые главы тому, что бог обещает кому-то расправу, кару. Он возвещает грядущий суд над народом Израилевым, над окружающими народами. Но вот идея того, что бог – это отец, который породил, который воспитывал, оберегал Израиль, она есть, но она представлена в гораздо более скромных объемах. И вот давайте порассуждаем о том, почему же такая диспропорция между изобилием этих самых имен, а вот мне сказал я, что их более двух десятков, тех имен, в которых есть корень – отец, обозначающий именно бога, отца, и не очень большим количеством мест, где выражается эта идея пространно-богословские на страницах Ветхого Завета. И для этого диспропорция и несоответствия есть очень серьезное обоснование. Но, признаемся, можно догадаться, что понимание бога как бога отца является или являлось довольно опасной богословской концепцией. И поэтому многие авторы Ветхого Завета не очень спешили развивать именно такое представление понимания бога. Но вот в чем же была опасность, дорогие друзья? Но вот, во-первых, если бог есть наш отец, и мы будем эту мысль продумывать до конца, то возникает неизбежное такое следствие. А в чем наше родство? А, возможно, в том, что у нас есть какое-то единство по крови, по плоти, но какие-то маленькие боги, раз наш бог – это отец, но у богов рождаются боги, разумеется, и поэтому мы тоже какие-то маленькие боги, неполноценные, несовершенные, но маленькие божества. Но, разумеется, для представления Ветхого Завета, для его мировоззрения, главных принципов, это является мысль недопустимая, кощунственная. Есть лишь один бог, он на небе, а мы не боги. Мы его дети, но мы не боги. А как это понимать, идею отцовства? А вот проблематичная эта концепция. Дальше, почему еще эта мысль была не очень представлена на страницах Ветхого Завета? Ну вот, если бог наш отец, у нас есть отец, то сразу возникает такое представление, точнее, вопрошение, а где же наша мать? Да, и потому что у отца всегда есть супруга, если у нас есть отец, наш прародитель, то у нас есть и мать, наша прародительница, наша богиня-мать. И, конечно же, окружающие пантеоны прочих народов, они изобиловали этими богами-отцами и богинями-матерями, и там были разные супружеские пары, взаимоотношения, ссоры, распри, соединения, примирения. И, конечно же, всего этого была чужда ветхозаветная мысль. Конечно же, никакой у нас нет богини-матери, никакой мы не нуждаемся в богини-матери, у бога Израилева нет никакой супруги, супружницы, да. Как бы ни хотелось народному благочестию найти эту богиню на небесах, но нет. И вот раз у нас нет богини-матери, нет и не может быть, именно поэтому не стоит особенно развивать мысль о том, что наш бог – это наш отец. И, наконец, еще одна очень важная, сдерживающая такая мысль, и стоит ее озвучить. Итак, если есть бог, бог наш отец, Израиль – это сын бога-отца, то как понимать отношения с богом против прочих народов? Два варианта вытекают, и оба варианта являются не совсем такими правомерными, или, точнее, удобными для ветхозаветного мировоззрения. Первый ответ такой прямолинейный, но он совершенно неправильный. Значит, какой ответ? Бог наш отец, и поэтому бог – это не отец прочих народов. Вот такая мысль. Но, разумеется, вот в форме такого, так выраженная мысль, бог Израилев – это наш отец, и не отец прочих народов – эта мысль неправильная, конечно же, потому что, а кто же тогда их отец? Неужели какой-то Ваал, либо Осирис, либо Мордук, либо дьявол? Ну, конечно же, нет. Другой вариант ответа на этот вопрос является правильным, на самом деле, но для ветхозаветного благочестия не совсем удобным, и этот ответ бессодержательный, он ничего не говорит. Поясняю, что имеется в виду. Бог – отец всех народов. И египтян, и финикийцев, и эфиопов, и филистимлин, и хананеев, и так далее. Но раз так, раз бог – отец всех народов, тогда в чем специфика, в чем зерно, в чем ценность мысли о том, что бог – отец Израиля? Ну, тогда получается, что какая ценность в этом понимании бога? Бог всех народов – отец. И вот эти мысли, которые я вам сейчас формулировал, они были таким моментом препятствующим для того, чтобы мысль о том, что бог – это бог – наш отец, в полноте развилась уже в Ветхом Завете. Хотя, впрочем, эта мысль, она уже присутствует именно в тех древних пластах библейского предания, и вот подтверждением этого являются следующие стихи. Вот прочитаю и сопровожу эти стихи маленьким комментарием. Ну, вот, допустим, книга «Начинаем с Торы», книга «Исход», глава 4, стих 22. «Бог говорит Моисею, чтобы он донес какую-то мысль до фараона». Какая же мысль? Читаем. «И скажи фараону, так говорит Господь, Бог Израилев, Израиль есть сын мой, первенец мой». Вот так вот. Израиль есть мой сын. Раз это мой сын, то я его родитель. Ну, скорее всего, отец, а не мать, да? Дальше. Второзаконие, глава 14, стих 1. «Слова Бога, обращенные к Израилю». «Вы сыны Господа Бога». Дальше. Пророк Осиния, глава 1, стих 10. Продолжает мысль и второзаконие. «Вы сыны Бога живого». Повторяется эта вот формула. Дальше. Псалом 102, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его». Сравнивается с отцом Бог, Бог Израилев. То есть, видите, все равно, да, эта мысль, она присутствовала и в народном благочестии, что проявляется в аномастике данных этой науки, так и в текстах разных таких вот стоев, пророки, писания, пятикнижья, Тора, всего Ветхого Завета. Но вот давайте повторим еще раз, проговорим точнее. Но в чем же ценность, в чем же вот это вот неприходящее до сегодняшнего дня ценность понимать Бога как с нашего Отца, как нашего вот небесного Отца? А в том, что вот в образе Отца древние обнаружили очень ценное сочетание каких-то важных качеств, важных форм отношения к другому человеку, то есть, точнее, к сыну или к дочери. Какое сочетание? Одновременно и желание, чтобы какая-то правда была соблюдена, одновременно желание, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы хороший поступок был бы вознагражден, плохой поступок был бы наказан. Да, это вот эта часть отцовской любви, которая действительно более, что ли, адекватна или более уравновешена, чем любовь материнская. Да, отец желает, чтобы дети были бы достойными существами. И он может обижаться, и он может наказывать. И Бог дает ему такое право, право на какую-то оценочную реакцию поведения своих детей. Но при всем при этом, конечно же, и в наше время более рафинированное, и в древние времена более жестокие и суровые. Отец был тем, который испытывал личное отношение, отношение сочувствия, супереживания, любви, нежности, самопожертвования по отношению к тем, кто является его детьми. И вот подумали древние, действительно такой наш Бог, так мы его испытываем в нашей религиозной жизни. Об этом говорит наш религиозный опыт, опыт всего народа, народа израильского. Бог такой, Бог наш отец. Пророки, важное отступление, пророки часто упрекают народ Израиля в том, что евреи забывают, кто является их отцом. И вот это вот забвение того, кто твой отец, называется у пророков идолопоклонства. Вот, например, пророк Иеремия постоянно критикует своих соплеменников за то, что они называют своими отцами камни и деревяшки. Но, разумеется, имеются в виду какие-то материи нашего тварного мира, это статуи, это идолы, которые вот представляют собой объекты поклонения, и действительно по отношению к ним воздушатся мольбы простых евреев, идолопоклонников, и эти кумиры называются «мой отец». Так быть не должно. Иеремия подсказывает, что твой настоящий отец и защитник, и судья, и спаситель является Бог Израилев. Дальше, Новый Завет. И, конечно же, признаемся, что здесь эта идея получает большее воплощение, большую реализацию. Действительно, раз понятие закона является не столь важным в Новозаветном благочестии, то и идея Бога-законодателя тоже как будто бы отступает в тень. Если Новый Завет возвещает прощение, а не кару, не наказание, то Бог, то образ Бога-отца-судьи, карателя, тоже является не столь первостепенным, уходит тоже в тень на периферию. Раз нет необходимости завоевывать какую-то землю огневым мечом, то Бог армии, Бог цебаот тоже является не столь актуальным для Новозаветного провозвестия. А что же актуально? А важно прощение, важно возвращение к Богу, важно вот это вот любовь. Какая любовь? А вот такая любовь между отцом и сыном, отеческая любовь. И конечно же в проповеди Иисуса Христа идея того, что Бог это наш отец может быть названа центральной идеей. О чем христианство? О том, что Бог это наш отец. И там, где звучит эта мысль, Бог наш отец. И какой-то отец, не каких-то возвышенных представлений, какой-то абстрактный отец, а вот какого мы знаем отца, хорошего отца, в своей жизни знаем, а может быть не в жизни, а из книжек, из фильмов. Вот хороший отец, добрый, самоотверженный, сочувствующий, переживающий, полагающий свою жизнь, душу за своих детей. Вот Бог такой отец. И там, где звучит эта истина, там мы имеем дело с настоящим христианством, там звучит настоящая евангельская весть. Ну, не тема нашего разговора сегодняшнего, разговора, новозаветного учения о том, что Бог отец, поэтому ограничимся лишь какими-то основными двумя-тремя примерами или фактами. Ну, вот, например, мы знаем, что главная молитва, которую сообщил нам Христос, наш Господь, начинается как раз вот темой нашего разговора. Отче наш, Бог наш отец, вот, Отче наш. Дальше мы с вами знаем, что, когда молился Христос в Гефсимании, он взвещал к небесам и говорил Авва Отче, да, Авва это есть вот арамейская форма еврейского слова Авва отец, да, отношения Иисуса Христа и Бога были отношением Сына и Отца. И этот образ, это обозначение, это понимание того, что Бог наш отец сохраняется в раннехристианском предании, в котором это обозначение Авва Отче сохранилось, да, и вот апостол Павел пишет такие слова, это послание к римлянам, глава 8, стих 15, «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Дух усыновления, даруемый нам Богом при нашем обращении в христианство, по церковлению, крещению, при нашем покаянии, дает нам возможность называть Бога Богом Отцом, мы вступаем в отношения сыновства с тем грозным владыкой, творцом неба и земли, который для нас оказывается Отцом, Отче наш. Но заканчиваем с того, с чем мы начали, видите, уже в этом стихе римлянам 8, 15, звучит то, с чего мы начали, действительно, христианской проповеди, провозвестие, благовестие, и видим это уже на примере апостола Павла, мы видим то, что забывается или как-то недооценивается то, что уже в Ветхом Завете Бог Израилев называется Отцом, считается Отцом, что там тоже было представлено и довольно полно, хоть и недостаточно, как в Ветхом Завете, идея того, что Бог это Бог наш Отец. Спасибо за внимание, тема раскрыта нашим помощникам в разговоре был портал экзегет.ру с приветом из Петербурга священник Алексей Волчков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok